Машина на миллион для коммунальщиков. В Днепре сотрудники предприятия гидросооружения, которые обслуживают ливневую систему, пересядут на новенькие иномарки. Сейчас, говорят, в гараже старье, и завнедорожник готовы заплатить кругленькую сумму. Подробнее в нашем сюжете. Обновить автопарк руководство коммунального предприятия гидросооружения решили в начале сентября. На сайте госзакупок опубликовали объявление. Хотели Mitsubishi Pajero Sport 2017 года выпуска. Авто должно быть дизельным, полноприводным, оснащено шестью подушками безопасности и системой климат-контроля. Это обязательные требования. За машину готовы были дать более миллиона гривен. Предложений коммунальщики так и не получили. Поэтому спустя месяц вышли на тендер с другим запросом, чуть скромнее. Внедорожник Mitsubishi L200 за 800 тысяч гривен. К ним снова никто не пришел, потому что требования были очень детально и четко прописаны. У нас на таких машинах ведь ездят в основном кто? Бизнесмены, предприниматели и солидные люди. А здесь коммунальное предприятие решило купить этот автомобиль, чтобы ездить по ухапам. Когда планами КП обновить автопарк заинтересовались общественники, гидросооружения передумали покупать Mitsubishi. Правда, ненадолго. Позже снова вышли на торги. Все из-за того, что в их гараже не машины, а хлам, говорит руководитель предприятия. Зеленая, вот 11-й, 100-летней давности. Вот моя газельная, на которой люди ездят. Я на Шкоде делаю каждый раз в месяц стартер делаю. Мне на СТО говорят, ты что на ней плаваешь? Я каждое утро выезжаю в полпятого и объезжаю весь город. Добраться на этих машинах к проблемным участкам невозможно, заявляет Валентин Лазарев. Предприятие гидросооружения обслуживает 700 километров ливневых систем. При этом, говорит он лично, каждое утро проверяет состояние насосных станций. Приглашает нас в поездку по привычному маршруту, посмотреть, по какому бездорожью ездит на старых машинах. Состояние дорог действительно плохое, но к месту назначения мы добрались без проблем. Через две недели, если будет снег, вы увидите, что это практически беспорядок. Зимой здесь проедет только внедорожник, уверяет Лазарев. Планируют на нем возить и ремонтную бригаду, и оборудование. Нужны ли внедорожники? Мы попытались выяснить у сотрудников предприятия. Ответы удивили. Не, не, не. Я слышал. Кто все же будет ездить на иномарке бизнес-класса, мы проследим. Уже вскоре в гараже предприятия появится мощный Ford Ranger 2017 года. Долгожданная новинка авторынка. На панели сенсорный монитор, есть система управления голосом. Машина обошлась предприятию в 830 тысяч гривен. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов, Андрей Кровец. Подробности телеканал Интер Днепр.